По-моему, сейчас я, 12 часов. Спасибо большое. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Ксения Зарицкая. Я являюсь социальным предпринимателем. Сегодня я хочу рассказать вам о двух благотворительных программах, проектах, которые реализуются при моем участии. И начну я, пожалуй, свое выступление с Уральского банка реконструкции и развития. Дело в том, что с Уральским банком реконструкции и развития я сотрудничаю уже более 8 лет. И по нашей истории, наше сотрудничество тесно связано с их благотворительной программой «Дети верят в чудо». Традиционно наша команда устраивала для ребят из детских домов подшефных организаций, которые входят в программу «Дети верят в чудо» праздники. Но в 2014 году Уральский банк реконструкции и развития решил пересмотреть данную программу и более подробно изучить проблему в детских домах. Совместно мы провели некое исследование. Мы выезжали на площадку в детские дома, общались с подшефными организациями и после ряда умозаключений пришли к тому, что в банке было принято решение сконцентрировать свое внимание на социальную адаптацию сирот. И вот, собственно, в результате этого родилось два проекта, о которых я сегодня и расскажу. Это я. Эти два проекта – это две стороны одной медали. С одной стороны, мы говорим о том, что важна внутренняя уверенность в себе, чтобы достигать каких-то целей, а с другой стороны, мы говорим о профориентации. Первый проект – это проект «Попугай». Он охватил 24 детских учреждения и представлял по всей России. Представлял этот проект собой четырехдневные психологические занятия для ребят и семинары по поучингу для педагогов. Основной особенностью данного проекта было то, что мы совместили в едином контексте работу и родителей, и родителей, и педагогов, и руководства детских учреждений, и детей. Потому что посчитали, что наиболее важно это общаться в одной системе координат. Следующий проект – это проект «Кто я?» или «Проверена на себе». Данный проект, конечно, больше, наверное, имеет отношение к теме данной конференции. Это профориентационный проект. И проходило это в очень необычном формате. В 42 детских учреждениях по всей России мы приезжали к ребятам со спектаклями. Причем эти спектакли были в виде таких занятий, очень веселых и интересных, где детям, помимо сюжетной составляющей, предлагалось еще и поучаствовать, попробовать на себе те или иные профессии, познакомиться с ними. И более того, эти спектакли были использованы активно мультимедийные современные средства, проекции, проективные иллюзии, что, конечно, ребят погружало очень сильно в процесс. И многие взрослые отмечали, что детям было особенно интересно участвовать именно в такого рода мероприятиях. Они активно расширяли словарный запас, узнавали что-то новое, интересное, пробовали профессии на себе. Это я сейчас рассказала коротко о двух тех самых проектах, которые между собой составляют некую единое целое и преследуют одни задачи. Я больше хочу остановиться, наверное, раз уж речь идет о благотворительных целях и о деятях, попавших в трудную жизненную ситуацию, хочу больше остановиться на непосредственно особенностях данного проекта, как это все было организовано. Итак, профориентационный проект. На мой взгляд, я думаю, что специалисты со мной согласятся, профориентация состоит из некой цепочки, который должен пройти ребенок, человек, чтобы прийти к какому-то осознанному выбору профессии. Сперва ребенок понимает, в целом осознает понятие труд. В дошкольном возрасте он видит, как трудятся его родители, как это приносит материальный заработок, как ребенок видит, что это приносит моральное удовлетворение и приносит некую пользу людям. После чего возникает некая ценность трудовой деятельности. Только позже ребенок начинает изучать свои способности, свои наклонности, начинает затем пробовать на себе, примерять на себя те или иные профессии, и уже после чего осознанно делает выбор в пользу того или иного специальности. Так происходит в идеале. Что происходит в детском доме? Ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, изначально живет у родителей, которые редко бывают примерами для подражания. И у ребенка не возникает этой связи о том, что труд, трудоводительность равно это успешная жизнь. И как минимум первые две, как видно на слайде, первые две округа нашей цепи, это понятие труд и формирование любви к труду, оно успешно. А попав уже в стены детского дома, за стенами детского дома, очень сложно сделать, увидеть мир во всем его многообразии и сделать осознанный выбор. Поэтому даже если дети формально знакомы с тем, какие бывают профессии, очень сложно далее пойти по пути успеха. То, что касается... Именно поэтому в наших проектах мы концентрируемся обязательно на первых двух звеньях. И уже как следствие начинаем ребятам рассказывать о том, что в личных проектах. Второй проект, как я уже говорила, это вторая сторона медали. То есть данный проект попугай прямого отношения к профориентации казалось бы не иметь. Но известно, что хороший специалист, хороший профессионал, это в первую очередь хороший человек. И важно особенно у ребенка в детском доме сформировать ту внутреннюю уверенность, тот внутренний уверенный стержень, который позволит ему взять ответственность за свою собственную жизнь на себя и сделать выбор в сторону успеха. Таким образом, данный проект, он решает задачу именно внутреннего личностного роста и уверенности в себе. Я бы хотела еще рассказать подробнее о неких исследованиях, но в рамках ограниченного времени я не успею этого сделать. Поэтому, кому будет интересно, я с удовольствием дам свои контакты, можете запросить у организаторов, я познакомлю более подробно с тем, что нам удалось узнать. А я уже перейду, наверное, к заключительным итогам. И для тех, кто планирует проводить благотворительные проекты в сфере детей-сирот, инвалидов и иных учреждений детских, то данные заключения могут быть удобной точкой, то есть будет понятно, какая точка роста может быть в ваших проектах и что может быть понятно. Эти наблюдения мы сделали, исходя из тех 37 учреждений, в которых побывали непосредственно за 2015 год. Итак, первое, это то, что дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, особенно дети-сироты, катастрофически мало получают качественного и системного общения с успешными людьми, как и особенно мало общения с мужчинами. Острые проблемы детского учреждения, конечно же, это привычка ждать подарков, это сама система формирует детей так, что есть ощущение, что им все должны. Такое формируется у них представление. Также и у взрослых то же самое. Лишь единицы детей могут попасть в категорию условно-психологически здоровых, поэтому мы считаем очень важным, что каждый ребенок должен быть поддерживаться квалифицированным персоналом и очень важно уделять внимание именно квалификации тех людей, которые работают с ними. Не случайно, конкретно в проекте «Попугай» мы очень сильно уделяли внимание именно сертификациям и всевозможным передовым технологиям обучения. Во многих учреждениях я, как организатор, отметила нарушение внутренних коммуникаций. Я считаю, это одно из очень важных точек роста. Если, опять же, вы занимаетесь благотворительной работой, то один из вариантов проекта это познакомить руководителей и педагогический состав с основами коммуникации внутри коллектива, работы с конфликтами. Очень актуальная тема. Я думаю, что вам будут многие благодарны за такие проекты. Также очень многие отметили именно тот, казалось бы, маленький нюанс, что мы решили совместить работу и детей, и педагогов. Погружая их в единый контекст, мы тем самым достигали гораздо быстрее и эффективнее тех результатов, тех запросов, которые выставляли перед нами в детские учреждения. Также важным моментом мне показалось это то, что в проекте были очень сильно заинтересованы учреждения в малых, закрытых, удаленных городах, потому что спонсорская активность локализуется в основном в крупных городах. И честно признаться, в основном детские дома где-то перенасыщены в крупных городах такой поддержкой, дети устают от нее. А вот в дальних городах, конечно же, очень ждут и всегда открытые, чтобы им приедут и расскажут о чем-то. Ну и, наконец, самый такой пункт всеобъемлющий, это то, что наилучших результатов и этот проект, и любой другой проект подобный возможен только в условиях систематической работы, с небольшими группами детей. И, конечно, очень важно, чтобы был запрос и отклик с той стороны, то есть со стороны детского дома, чтобы было желание и детей, и руководства, и педагогов заниматься в рамках подобных мероприятий. Вот. Я думаю, что я по времени уложилась. Могут ли регионы войти в проект «Попугай»? Отвечу на этот вопрос. Данный проект относится, как я уже повторюсь, к программе «Дети верят в чудо» и «Уральский банк реконструкции и развития», выбирая подшефные организации, проводит данные проекты в подшефных организациях. На сегодняшний день их, если я не ошибаюсь, 41 организация по всей России, в регионах, где присутствует УГРИР. Поэтому более подробно, я думаю, про сам проект, непосредственно про опыт, я с радостью поделюсь с вами. И, конечно, очень большое количество регионов принимает участие в данном проекте. Имеет ли возможность, иметь ли конкретно ваш регион возможность поучаствовать в данных мероприятиях, это лучше, опять же, задать мне вопрос и с представителями банка эти вопросы решать. Я очень надеюсь, что мы научимся не причинять добро, а его совершать. Спасибо большое за выступление. Было очень приятно быть, и субтитры, и субтитры, и субтитры.